Одесский музей областной полиции празднует свой юбилей. 40 лет. В такую знаковую дату, как и полагается, музей получил немало подарков. Не только от сотрудников, но и от гражданских, которые с уважением относятся к истории собственного города. Вот смотрите, что нам подарили. Это вот такие вот камни. Это камни, которые были заложены тогда. Настоящие камни. Тяжелые. Вот, смотрите. Вот эти камни были заложены в фундамент нашего здания. Этим камням 128 лет. Коллекция необычного учреждения поражает 7 тысяч экспонатов. И это только то, что мы можем увидеть. По словам директора фонда, хранится до 30 тысяч экспонатов с богатейшей историей. Ну, тут не сильно много у нас экспонатов. Уже места у нас ограниченные. Но кое-что мы рассказываем и о преступниках, и о полиции. Вот фотографии полицейские того периода времени. Вот вооружение полицейского. Револьвер Смит Вессон американского производства. Тогда он состоял на вооружении и в армии, и в полиции. Все охватить невозможно. И тем не менее, сотрудники музея постарались провести на мини-экскурсию по закулисью полицейской жизни. Более того, всезнаковые моменты, вещи, оружие музейщики поместили в семи залах, где каждая комната – это своя уникальная история. У нас в музее Главного управления полиции семь залов выставочных. Вот это первый зал, это пантеон славы. Следующий зал, который за мной, мы в него зайдем, это зал основания города царской полиции. Там мы рассказываем, начиная от 1794 года и даже раньше, с тех пор, как была захвачена крепость Гаджибей, и на этом месте был построен наш главный город Одесса. Следующий зал, в который мы зайдем с правой стороны по ходу, у нас по против часовой стрелки. Зал послереволюционный, то есть зал где-то примерно до 1929-1930 года. После него зал послереволюционный, до войны, до Второй мировой войны. Следующий зал, зал Второй мировой войны, как ее сейчас называют, да, Вторая Светова, вот, потом зал современной полиции и зал, в котором у нас выставлена наша новая экспозиция, самая интересная, наверное, на сегодняшний день. Это фуражки, которые нам подарил наш ветеран, очень заслуженный, интересный человек, который продолжает сейчас работать, кандидат юридических наук, заведующий лабораторией Национальной политехнического университета, трапезника Владимир Ильич. Всем знакомы герои одесского фольклора Мишка Япончик и Сонька Золотая Ручка. Но мало кто знает, в каких наручниках держали этих легендарных преступников. Директор музея возвращает своими историями в дела давно минувших дней. Вот тут есть у нас кандалы, которые одевались на особо опасных преступников. В таких кандалах, мы не говорим, что в этих, в таких кандалах, Сонька Золотая Ручка ходила и другие преступники, осужденные за особо опасные преступления. А вот фотография с сбора перед отправкой ряда каторжан. Экскурсия продолжается и мы попадаем в зал дореволюционной Одессы, где можно узнать, как именно одесские криминальные авторитеты решали, кто из них авторитетней. На территории нашего региона, Одесской губернии, тогда было очень много банд формирований. И вот у какой банды было больше таких пулеметов, та банда считалась самой большой. И вот такую вот тачанку, вот эту импровизированную тачанку мы поставили у нас, а вообще пулемет поставил на тачанку именно батька Махно. Вот поэтому вот его банда, она была вооружена вот такими пулеметами, их было у него больше ста, и банда его считалась самой мощной и самой сильной. Музейная коллекция постоянно обновляется. Ко дню рождения сюда передали 53 фуражки. Такой подарок сделал полковник МВД в отставке Владимир Трапезников. Эта коллекция стала своеобразным магнитом. Неравнодушные люди стали приносить головные уборы, в которых несут службы правоохранители из разных стран мира. Так, 53 экспоната превратились в 80. Но директор музея на этом останавливаться не собирается. Планов развития предостаточно. Он передал нам 53 фуражки. У него были дома. А жена дома у него ругалась, что уже некуда складывать. Он привез их. Мы заказали этот шкафчик. Ребята установили его с фирмы. Приехали шкафчики, мы разместили. Когда мы посмотрели, у нас еще в наших заказниках тоже были фуражки. Еще десяточек фуражек. Кроме того, мы будем дополнять обязательно погонами, шевронами, другими нашивками. Тогда это украсит экспозицию и сделает ее более говорящей. Стоит отметить, что уже много лет Одесские экскурсионные бюро предлагают прогулочный тур «Одесса криминальная». Без посещения музея областной полиции, на наш взгляд, такой тур будет неполным.